Что такое лидерство? Лидерство – это служение. Как понять? Перед нами педагог-лидер. Лидер – это тот, кто возьмет на себя ответственность, конечно, в сотрудничестве с родителями, за результаты каждого своего ученика. Лидер – это тот, кто будет осознанно подбирать инструменты для воспитания личности каждого своего ребенка. И более того, помогать родителям осознанно воспитывать детей. Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на очередном видео из цикла «Живая школа». Мое имя Виктор Тереховский, я сооснователь компании Unknown Marketing. Со мной сегодня Ольга Гаранжа, основатель, соучредитель семейного клуба «Мечта». И сегодня в рамках цикла видео о «Живой школе» мы бы хотели раскрыть такой аспект ее деятельности, как лидерство. Я хочу напомнить всем нам, в принципе, о чем мы говорили на предыдущих видео. Мы проговорили концепцию «Живой школы» как альтернативы существующей системе образования. Мы проговорили роль родителей в цепочке воспитания личности детей, что является основной целью «Живой школы». Мы обсудили, кто он – руководитель «Живой школы», кто способен повести педагогов за собой и реализовать вот эту единую цель касательно воспитания личности ребенка. Мы обсудили миссию видения ценности сотрудников «Живой школы» и мы даже говорили не только о педагогах, а в принципе о всех сотрудниках, что довольно-таки нестандартный подход. Мы проговорили также систему коммуникации, как взаимодействовать учителям между собой. Мы проговорили разницу между открытым и закрытым климатом общения. Открытый – это климат общения, где люди способны создавать, где люди работают на благо детей, на благо других людей. Также мы проговорили систему обучения, то есть чему нужно обучаться и как вообще воспитывать культуру обучения внутри «Живой школы». Поэтому сегодня мы говорим про лидерство. Оль, добрый день! И первый же вопрос к тебе – это зачем вообще вот эта тема лидерства в нашем цикле интервью? Добрый день, Виктор! Добрый день, уважаемые наши зрители! Зачем нам лидерство? В фокусе внимания «Живых школ» – дети, мы об этом не раз говорили, и все, что для них создается. Когда принимаются решения в образовательном процессе, важно осознать, как это решение повлияет на их развитие. Дети от природы рождаются все разные. У каждого свой набор талантов, которые заложены ему природой. Важно создавать условия для раскрытия этих талантов. Лидерство – это качество, которое заложено природой. Педагог должен быть мудрецом, наставником, философом, который умеет рассмотреть таланты ребенка и помогает прокладывать путь развития личности каждого своего ученика. Качество лидерства заложено в каждом истинном педагоге от рождения. То, что есть во мне, я способна рассмотреть в других людях. Только педагоги-лидеры могут рассмотреть талант ребенка. Задача живой школы и руководителя живой школы – создавать условия, в которых педагоги будут развивать свои лидерские качества и раскрывать лидерские качества наших детей. То есть, я правильно понял, ты говоришь, что лидерство – это, скажем так, составляющая внутреннего потенциала, которая заложена в каждом ребенке с рождения? Верно, именно так. И, соответственно, только тот педагог, который сам является лидером, который сам понимает, что такое лидерство, может развить вот это качество лидерства в ребенке? Конечно. Если педагог сам сумел рассмотреть себе лидерские качества, он эти умения сможет не только рассмотреть в детях, а еще и своей деятельностью будет способствовать раскрытию потенциала в ребенке. Хорошо. Тогда давай так. Мы все знаем, что люди делятся на две категории. В контексте нашей сегодняшней темы будем говорить, что это лидеры и не лидеры. Назовем не лидеров-менеджеры, чтобы было более понятно. В чем отличие, с твоей точки зрения, педагога-менеджера от педагога-лидера? В чем заключается деятельность менеджера? Он распределяет ресурсы, информацию, создает системы, структуры, продумывает исполнение, следит за развитием и делает необходимые исправления. Это, безусловно, очень важные жизненные функции для успеха в любом деле. Но в основном они не имеют ничего общего с лидерством. Почему? Потому что они отвечают на вопрос, что делать. Что? Да. Педагог-менеджер, он просто реагирует на ситуации, которые возникают. И, соответственно, с этими возникшими обстоятельствами он принимает решения. Педагог-лидер, он способен создавать, рассмотреть путь, путь развития природных талантов ребенка. Что делает не лидер? Он не уделяет время тому, чтобы искать хорошее, лучшее, развивать. Не лидер всегда приходит на работу, и у него есть, как и хорошие обстоятельства, и плохие. Есть много проблем, вопросов, которые нужно решать. И таких вопросов всегда находится огромнейшее количество. Лидеры, они всегда в своем графике выделяют специальное время, чтобы искать хорошее, продумать путь развития, осознать, куда мы идем. Лидеры, они, безусловно, умеют признавать заслуги других людей. У не лидеров на это просто нет времени, потому что они все время в процессе. Если лидер позаботился о коллегах, коллеги позаботятся о процессах и о самом лидере. Не лидеры этот принцип, они не понимают. Что делает педагог-менеджер? Он поддерживает. Вот если мы рассмотрим действующую систему образования, то мы поймем, что она способствует развитию педагогов-менеджеров. Почему? Потому что программы есть, думать не нужно, как их развивать, думать не нужно, как они влияют на ребенка. Важно что? Важно исполнение. Каждый день пришел, прочитал урок, который должен соответствовать тематике и осуществил контроль. Концепция жижевой школы направлена на стимулирование и развитие лидерства как среди педагогов, так и в детях. Лидер умеет рассмотреть не просто талант в ребенке, а и поможет его развивать. Вот педагог-лидер, он развивает. Педагог-лидер, он не просто выбирает программу, он думает, как ее усовершенствовать, как ее сделать лучше, как принятое решение будет влиять на развитие личности каждого моего ученика. Поэтому, если мы все подытожим, то мы скажем, что менеджер, он больше будет сосредоточен на процедурах, системах, процессах. Лидер, он больше будет сосредоточен на людях. Кто? Кто стоит в фокусе внимания? Дети, коллеги, с которыми он будет искать доверительные отношения и осуществлять атмосферу сотрудничества. Почему? Потому что объединение талантов людей может принести намного большие результаты, если люди не захотят объединиться. Ну, безусловно, здесь мы затрагиваем вопрос умения коммуникации с коллегами. Это очень важно. То есть, педагог-менеджер — это фокус на что? На процедурах, на документации, на соблюдении системы. Когда мы говорим про педагога-лидера, то в фокусе внимания кто? Дети. И здесь история про созидание. Созидание такого индивидуального подхода к ребёнку, который бы позволил ему раскрыть свой внутренний потенциал. Отлично. И действительно очень удачное замечание касательно того, что именно концепция живой школы, она способствует развитию именно педагогов-лидеров, потому что она поощряет индивидуальный подход к ребёнку с целью воспитания личности этого ребёнка. Существующая система образования, она действительно заточена на соблюдении определённых норм и правил, прописанных. И, соответственно, это мы уже говорили в предыдущих видео. Здесь педагогам очень мало пространства для какого-либо созидания. И я бы даже сказал больше. Я думаю, что даже это созидание, наверное, будет наказуемо, потому что это будет считаться отклонением от общепринятых и общесогласованных норм. Да, даже вот элементарно взять простой пример, когда педагоги в школах не имеют возможности выбрать учебник, по которому они хотят заниматься. Действительно задавать задание, да, ту книгу, которая будет подходить им по их принципам, ведению, да, как они видят тему, как они раскрывают для ребёнка. Опять-таки, в выборе материальной базы, демонстрационного материала. Вот педагог-лидер, у него должно быть творчество во всех таких, казалось бы, очень простых вопросах. Хорошо, идём дальше. Давай тогда раскроем основные принципы лидерства. Какие они? Давайте рассмотрим принципы лидерства Уильяма Коэна, основателя президента Института искусства лидеров. В любой организации от человека, даже от одного человека, зачастую зависит исход всего дела. И именно каждый педагог может стать таким человеком, если он будет развивать себе и раскрывать лидерские качества. Успеха можно добиться только с помощью других людей в условиях объединения. Это понимание приобретается с практикой лидерства. Чтобы быть лидером, не обязательно быть начальником. Вернее, даже и не нужно быть, не нужно ждать повышения в должности. Можно быть лидером, находясь на своём рабочем месте. Каждый может быть лидером в том деле, которое он делает. Суть лидерства – это вдохновлять окружающих, чтобы добиться от них максимального раскрытия их внутреннего потенциала при достижении общекомандной цели. Это что здесь имеется в виду? Есть команда школы, у этой команды школы есть какая-то цель. Так вот, каждый идёт к реализации этой цели, раскрывая свой внутренний потенциал. Тогда от основных принципов лидера, ясных принципов лидерства, попробуем перейти к инструментам лидера. Под инструментами я бы хотел обсудить, наверное, больше поведенческие какие-то паттерны, поведенческие характеристики педагогов-лидеров, которые и характеризуют их как лидеров. Я бы хотела уточнить, да, здесь не только педагоги, это должна быть команда лидеров, да, это должно относиться абсолютно к каждому, кто будет причастен в образовательном процессе. Но вот основы лидерства – это честь и достоинство. В противном случае, безусловно, будет теряться доверие сотрудников. Без полного доверия между членами команды лидерство невозможно в принципе. Поэтому доверие – это следующая такая базовая ценность. Важно знать свою работу. Потому что коллеги хотят, чтобы тот человек, который берется за исполнение определенных задач, он действительно в этих вопросах был экспертом, разбирался. Важно заявлять о ожиданиях от других людей. Почему? Потому что мы не умеем читать мысли друг друга, и нельзя достичь цели, не зная, в чем она заключается. Поэтому цель нужно разъяснять. И, соответственно, не просто разъяснять, а еще ставить тактические задачи, достижения для того, чтобы достичь определенной цели. Необходимо иметь приверженность к своему делу. Сейчас очень важно заниматься тем, что действительно ты любишь, что действительно доставляет удовольствие. Мы, конечно, знаем, что если мы будем говорить о руководителе живой школы, и мы будем понимать, что школа – это зеркальное отражение руководителя. Потому что именно от руководителя будет зависеть, будут ли созданы условия в данном учебном заведении для создания команды лидеров. Поэтому если у лидерства, вот чем оно еще будет помогать? То, что лидерство будет способствовать реализации миссии компании. Если у тебя нет внутри приверженности к реализации миссии, соответственно, и у твоих коллег, и у всего коллектива такой приверженности не будет. И наоборот, когда мы понимаем, что школа создана и важна реализация миссии этой школы, и мы все развиваем в себе лидерские качества, объединяясь над реализацией этой миссии, то у нас все получается. Важно еще при этом всегда фокус держать на положительных результатах, всегда сохранять позитивный настрой, несмотря что иногда факты бывают суровы. Но здесь важно, я бы еще такое подчеркнула, вера в то, что мы делаем. Безусловно, это должна быть забота, забота о коллегах, забота друг о друге. Если мы заботимся о кофте, то, соответственно, и люди заботятся о нас. Это такая атмосфера взаимной заботы, уважения и доверия. И важно понимать, что важно поставить долг превыше собственных интересов. Вот когда человек лидер, то и миссия, и забота о коллегах, они идут всегда впереди, впереди каких-то личных интересов. Ну, либо создаются условия таким образом, что они совпадают. Лидерство – это не разрешение делать меньше, это, наоборот, ответственность делать еще больше. И в этом заключается проблема. Лидерство требует работы, оно требует времени, сил, и результаты не всегда легко измерить. Результаты не всегда сразу видны. Лидерство – это всегда обязательство перед другими людьми. Если подытожить сегодняшнее видео, я добавлю, что действительно лидерство – это не что-то, что приобретается с должностью. Это не что-то, что приобретается за выслугу лет. Это такое мышление и поведение человека, которое действительно характеризует его как личность, способную вдохновлять других, заботиться о других и помогать другим реализовывать их цели и задачи. Я всем нашим зрителям рекомендовал бы в контексте сегодняшнего видео прочитать или же перечитать книгу Робина Шарма «Лидер без титула». Очень поучительная история о том, в частности о том, что мы сегодня с Олей говорили, и в принципе о том, что такое лидерство. Если мы говорим о лидерстве в живой школе, то здесь, наверное, лучшая ассоциация лидера – это как родитель. Это второй родитель для наших детей. И, соответственно, все мы понимаем, что только педагог-лидер сможет воспитать людей, которые станут личностями, осознанными личностями. И таким образом, скажем так, поможет реализовать общую цель и школы, и родителей этого ребёнка. Поэтому тема лидерства очень важна. Почему мы её рассматриваем? Да потому что культура лидерства должна присутствовать в живой школе как неотъемлемый атрибут воспитания личности ребёнка. И то, что Оля сегодня уже говорила, лидерство заложено в каждом из нас. Но беда в том, что не каждый из нас может встретить на своём жизненном пути лидера, который бы помог нам раскрыть в себе этот внутренний потенциал. Да, не просто раскрыть, хочется добавить. Ты сказал, Виктор, что быть лидером – это значит быть родителем. И вот здесь должно быть понимание, да, способны ли мы взять ответственность за то, какими личностями вырастут наши дети. Готовы ли мы идти на жертвы ради достижения этих результатов, да, когда они преломляются с нашими личными. Вот. И это очень важно понять. Ну и лидерство – это огромная работа, это огромный труд. Результаты видны далеко не сразу. Это очень сложная история, но, тем не менее, это та культура, которая должна превалировать в живой школе. Культура лидерства. Оль, спасибо тебе огромное за это интервью. Я думаю, будет интересно и родителям, и педагогам, и руководителям, даже не только образовательных учреждений, но и, в принципе, компаний посмотреть на это, на свои же организации, на свои же семьи со стороны, с точки зрения лидерства. Поэтому огромное спасибо. Спасибо для всех зрителей. Еще раз напоминаю, что нужно подписаться на канал, нужно нажать колокольчик, чтобы увидеть уведомления о новых видео как можно быстрее. И следите за анонсами следующих наших видео из цикла «Живая школа». До встречи и всем мирного неба! До встречи! Благодарю всех за внимание! Субтитры сделал DimaTorzok